Дмитрий Самуткин охотник с небольшим стажем взял в руки ружье пять лет назад. За эти годы не пропустил ни одного сезона. Говорит, охота для него – это адреналин, а также возможность побыть наедине с природой. В этом году весенняя охота на водоплавающую птицу отменилась из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Конечно, охота поохотится, но мы понимаем, что сложившаяся ситуация, это все делает для нас, чтобы было меньше заболевших, чтобы было меньше скоплений людей. И, наверное, поэтому закрывает охоту. В Самарской области больше ста закрепленных охотничьих угодий. Ловцы должны были встретиться на открытии весеннего сезона во вторую субботу апреля. Но не случилось. К числу птиц, охотятся на которых запретили, относятся куропатки, глухари, рябчики, утки. На этом кадре, например, гусь, которого охотники называют белолобик – один из тех, кто находится под прицелом. В Самаре больше 300 уникальных видов водоплавающих. Регионы, расположенные на Волге – миграционный коридор для птиц, возвращающихся с юга на север. Поэтому весной в области их становится в разы больше. В этом году из-за пандемии охота на птиц отменилась не только в Самаре, но и в других странах, через которые пернатые держат путь. Поэтому и их количество стало рекордным за последние годы, говорят очевидцы. На кадрах – стая перелетных птиц. Огромным косяком пернатые маневрируют в небе. Зрелище напоминает фильм ужасов, пишут комментаторы в сети. Однако эксперты уверены в обратном. Ужасы для птиц позади. А сейчас, напротив, они прекрасно себя чувствуют, как и вся природа в целом. Все нуждаются в общении с природой. Все люди. Я думаю, никто с этим спорить не будет. Каждый просто пытается по-своему, как это делать. Вот, на мой взгляд, охотники – это те люди, которым еще в детстве, часто в семье, в окружении, показали неправильный способ общения с природой. Можно выйти в природу и без ружья. Ровно то же самое – все увидеть. Лебеди, утки и гуси находят себе партнера в зимовке. Если при перелете одну из птиц подстрелят, то другая будет обречена на одиночество. А это риск сокращения популяций. Из-за отмены одного охотничьего сезона в природе не произойдет глобальных перемен, говорят эксперты.